Дорогие друзья, мы начинаем наше изучение Торы и на сегодня у нас недельная глава, которая называется Экев. Наши мудрецы переводят слово Экев как пятка. И буквально можно понять, что если как пяткой будем попирать заповеди, то ничего хорошего из этого не выйдет. То есть мы можем себе представить, вот это важная заповедь, я ее выполняю, а это второстепенная заповедь, можно ли выполнять. То нет, мы не можем так рассуждать, потому что мы не знаем вообще ничего об этом. Мы не знаем, какая награда идет за маленькую заповедь, может быть она наоборот больше, чем та, которая нам кажется большой. Тора просит нас выполнять просто все, что она пишет. Буквально все. И тогда Всевышний обещает нам, что у нас будет все хорошо. Прекратятся у нас болезни, голод, войны, в общем вот так. Если мы исполняем заповеди. И Медраж пишет, что мы спросили у Маше, когда Ашем нас наградит за исполнение его заповедей. Маше объясняет нам, в этом мире вы получите лишь незначительное вознаграждение за соблюдение заповедей Торы. За соблюдение Торы. Ну что нам вот известно? Допустим, нам известна заповедь за почитание родителей Всевышний нам говорит, что «Счастья твою, мать твою, дабы продлились дни твои на земле, которые Бог сисели твою дает тебе». Вот мы знаем, вот если мы хорошо относимся к родителям, почитаем, ухаживаем, вот мы тогда получаем награду продления жизни. А за остальные заповеди, ну мы не знаем. И когда мы спрашиваем, когда нас Всевышний за это вознаградит, почему не в этом мире, то Маше нам ответил, что Всевышний нас вознаградит в будущем мире, потому что этот мир, неподходящее место для получения награды, он слишком маленький. И лишь будущий мир, вечный мир, содержит высшее духовное наслаждение, причитающееся тому, кто изучает Тору и исполняет заповеди. Кроме того, откладывая основную награду на будущее, Бог может проверить нашу преданность Ему. Если бы он платил за заповеди Тача же, и в полной мере, человек потерял бы свободу выбора, соблюдать или не соблюдать их. Источник Беркат Перец, такой источник есть. В общем, получается, естественно, мы выполнили заповедь, и сразу получили награду. Естественно, у нас бы не было свободы выбора, конечно, мы выполняли все заповеди для получения награды, и понимали, что если не выполнил, сразу получаешь наказание, а если выполнил награду, естественно, была бы одна у нас награда, потому что у нас никто бы не хотел получить наказание. А Дакси Вышний нас испытывает, насколько мы ему преданы. Вот так. Рассказано про наших праведников. Есть такой праведник. Раби Пинхас, сын Ира. Нам о нем кое-что известно. Он был тестем Раби Шимона Барьяхая, знаменитого. Молосветной памяти, конечно. И нам известно, что когда в молодости Раби Шимон Барьяхай задавал Раби Пинхасу вопрос, то Раби Пинхас Бенеир давал 12 правильных ответов. Все в соответствии с торой четко. Потом, после того, как Раби Шимон Барьяхай своим сыном Раби Лезером провели 13 лет в пещере, мы знаем, как они скрывались от пластей и там учили Мишну. В общем, изучение это было очень серьезным. И когда Раби Шимон Барьяхай опять находился уже в обычном мире, то когда спрашивал Раби Пинхас Бенеир Раби Шимона Барьяхая вопрос по торе, то Раби Шимон Барьяхай дал 24 правильных ответа. То есть, до такой степени он познал тору. И вот такая ситуация расписана. Когда-то к нему пришли два купца. Они у него остановились, ночевали. И ушли они и забыли мешочек с зерном. Ну, ушли Раби Пинхас Бенеир подождал их нету. Уже пришло время посева. Он взял засеял на свои поля это зерно. Они не вернулись. Прошел год. Он опять засеял. полученный урожай. И так он несколько лет засевал. Потом эти люди пришли. Он их узнал. И они говорят мы у вас оставили немножко зерна. Он говорит да. Пойдемте я покажу ваше зерно. И он пошел и показал им полные амбары зерна. Это ваши. Всевышний не требует нас исполнения таким образом заповедей. Он должен был вернуть им их зерно. По закону Тора он должен был подождать до того как оно не дай бог испортится зерно продать его и вернуть денежки людям которые потом запросят свое зерно. это и все. Но он хотел как можно лучше выполнить заповедь. Он так поступал. Он был такой праведник что он поступал вот таким образом невероятным. Потом есть у нас такой праведник Раби Шимон бен Шатах. Он когда-то у одного раба купил осла. Ну купил купил и в ошейнике осла он нашел драгоценный камень. И ученики ему сказали Раби ты стал богатым человеком. Он говорит нет я купил осла и вводит деньги за осла. Да по закону Тора я купил и отдали все мое. что я купил. Но не такой был Раби Шимон бен Шатах. Он нашел этого араба и вернул ему этот драгоценный камень который тот уже потерял все надежды вернуть когда вернулся к нему этот камень. он он взмолился и благодарил Ашема Раби Шимона бен Шатаха за то что он так поступил. то есть это показывает нам что настолько люди хотели осветить имя Ашема настолько даже там где Всевышний не требовал такого выполнения заповедей наши праведники так поступали и поэтому мы должны не попирать пяткой те заповеди которые нам Всевышний дает мы должны стараться их выполнять как можно лучше и тогда тогда болезни войны голод все что может нам помешать служить Ашему тогда прекратятся и в этом мире мы тоже получим тогда награду за исполнение заповедей так нам Всевышний обещает если вы выполняете заповеди то не только в будущем но и в этом мире вы получаете достойную жизнь а на этом наш сегодняшний урок заканчивается урок был дал за потение даже моего папы якоб бенаху моего дяди Владимир бен Григорий моего брата Павел бен Ефим Хай за здоровье Светлана бен Борис бен Мария Анна бен Ривка Полина бен Соня Сур Лена бен Ида Анна бен Елена Евгений бен Софья Двойра бен Моисей бен Ева Ирина бен Боря Йосиф бен Раиса Инесса бен Моэль Евгений бен Берта Евгений бен Ита Фира бен Анна Генн бен Елена Лер Бен Клара Вадим бен Татьяна Юлия Бат Белла Мазал Парноса Сгула Ирина Батури Арон Ре Бен Ри За Хороший Дух Арон Ре Бед Двоя Денис Бен Абиг Бат Сара За Парноса Ибрюд Владимир Бен Рая Марина Бат Рая Борис Бен Марина Всего хорошего Олегу Марченко Всем шалатов Всего Самого Наилучшего До следующих встреч Надеюсь У нас состоится Завтра В 15.30 Шалом